план значит такой взять металлоискатель и вдоль деревьев туда вот вниз метров 200 я думаю хватит а потом может быть и в другую сторону метров 100 пройтись металлоискателем каким этим или этим tx850 md 40 30 пей я просто блок убрал штанга gtx 5030 смотрите насколько маленькая катушка просто смешная прошлом году такой отходил весь год такого-то у меня не было рядышком смотрите как смешно это выглядит 20 сантиметров вроде как не маленький она md 40 30 обычно 16 сантиметров ну или 17 то есть еще смешнее выглядит как снайперка маленькая так какой металлоискатель взять наверное возьму tx850 после него в принципе этим ходить как-то но скучно преимущество его только в том что он весит 700 грамм этот кило 200 тяжело реально рука устает после этого это вообще как пушинка а стандартный md 40 30 весила 950 грамм первый сигнал прямо у машины а так я пойду с tx850 но сейчас что-то мне интересно стало с md 40 30 походить и вот нормальный сигнал такой коротенький сантиметров чего-то так 25 я думаю железя какая-то маленькая давайте проверим о гудо какой длинный виде это ништячок ништяк горит ништяк что-то я не понял походу что-то большое глубоко я копнул вроде как никакого контакта нету или я промахнулся да не что-то непонятно хотя часть сигнал уже тут есть походу часть я откопал ну-ка где-то там влазь выходи ёпта да какая-то алюминия пробка или консерва я думаю а вот железя какая-то а вот желези вот такая вот хреновина ребят фут ёпта там тоже значит самое но там фиговина была а тут еще один длинный сигнал хороший длинный сигнал откопаемый сигнал не проволока это листа конечно может быть да давайте копнем проверим так что-то походу вылезло ну-ка 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 а это от этого транспортера volkswagen t4 ну а дальше все стоит с 850 пройдемся а так вдоль деревья и за деревьями будем захаживать вараги немножко туда до конца конечно спускаться не будем но вот здесь вот по краю проверим все может какой-нибудь тракторе что-то нибудь для нас выкинул нашел ведро но без металлоискателя не знаю забирать нет мы раньше ведра не забирал сейчас думаю забирать тем более она чистая смотрите не ржавая вроде как она оцинковка я не знаю я вообще ни разу не сдавал чермет так что не знаю вообще принимает эту оцинковку примеру ведь это оцинковка напишите комментариях какой-то прыгающего дай как я помню мне ни разу нормально находки не было при таком выдаю какая перегруз даже такая-то ржавая знаешь такая труха листа такая ржавая обычно так хотя ржавый лист обычно бьет 83 но если она хорошая такая ржавая прям труха какая-то тонкая вот такая хрень ну на этот раз оказался такой ништячок и больше никакого сигнал я проверю смотрите чего было нормальная находка какая-то вроде находка сантиметров так 30-35 вот стою тут на возвышенности там вот овраг и с этой стороны овраг вот такое вот странное место а там поле это была банка консервная не пойму эту метроискателем иногда он бьет его 82 иногда его 45 3 вообще короче не понимаю по-разному все видим металл что разный не знаю странно выглядит это вот это как будто раньше есть плотина была и был переход такой потому что страны тоже типа такого как будто здесь вода была раньше потому что ведь какая глубокая резко ну ладно смотрите сигнал тут кстати хотите вам покажу какая громкость была изначально часто я громкость уменьшу сейчас я врублю на максимум как было из коробки слышите эхо вот такая громкость ребят было изначально представляете наушники тоже громко рет поэтому регулятор нужно купить отдельно за 100 рублей я взял вот который на фото либо сразу наушники с регулировку покупать но скорее всего он будет уже с разъемом на 6 и 5 эти 6 и 5 я отсюда убрал он очень казался низкого качества и как контакт у него просто пропадал как будто там не было напыление нормального вроде металл металл прижимать за на самом деле контакта нет короче 6 и 5 разъем херовым учитывать это тоже это была такая маленькая ржавая лист но может еще там есть не знаю копать не стал из-за этого разъема кстати 6 и 5 может перестать работать динамик или может начать хрипеть динамик потому что контакт плохо прилегает и собственно и звук плохо проходит вот и хриплый динамик получается ли вообще берется не то работать вот такой цепь еще нашел не ну такой мусор я точно брать не буду виси здесь машину мне осталось там не так-то много я принц прошел да здесь три интересных момента первый здесь есть такой сигнал не шибко то большой похоже на ржавую железяку сантиметра 20-30 так второй интересный момент здесь огромное дерево и на дереве скворечник это что такое чтоб пчел ловить или чё да пчела залетела или не залетела и третий момент ребят тут вот там внизу какой-то пруд от всего лишь была тонкая фольга кстати используя в этом металлоискателя аккумулятора литий-ионная полу полу нет пола правильно произносит и что сказать хорошие аккумуляторы на мой взгляд одной зарядки хватает часов на 15-20 на md-40-30 с наушниками этот жире два раза больше плюс у меня чем встроен сюда модулятор модулятор ждет еще два раза больше и того мне хватает часов на 6 но в среднем на 10 получается я же не всегда пользуюсь беспроводными наушниками ну а так помехи вроде аккумулятор никакие не создает а модулятор бывает создает когда с динамикой надременно работает а когда чисто через беспроводные наушники я помехи пока не замечал вроде нормально все работает чаще создают помехи вода вот примеру сырая почва провода на md-40-30 видит такой проблемы не было включил и ходишь а здесь он что-то такое знаете более чувствительный ко всему телефону там да и все ко всему этому аккумулятор кстати этот я разбирал там внутри два литий-ионных аккумулятора подключенных последовательно то есть там нет честных 9 вольт а максимум 4,2 и поэтому полностью заряженный аккумулятор все равно будет показывать только два деления 3 никогда не будет в принципе это и не проблема она особо и не надо 3 деления ну да это даже не про то болото какой-то знаете здесь смотри какая глубокая яма о снег середине мая снег ребята вот это поворот здесь рядом с ямой какая-то листа вот она лежит большая даже здесь виднеет не знаю копать не копать тонкая какая-то вроде ну вот видите какая труха ну в принципе была толстая когда-то но сейчас херня какая-то пусть варяется дальше штучок болото спустимся посмотрим что не кажется тут есть нормальный сигнал и по размеру и по показаниям воды копнем сейчас проверим ну вроде нормально такая железяка миллиметр 5 толщину берем надеюсь там сзади еще будет плуг я просто такая железяка и все почти дошел до этого болото судя по этим старым пенькам походу раньше уровень воды был именно здесь вот так он шел деревья поэтому изгнили потому что они были изначально под водой кстати здесь есть сигнал перегрузом даже как-то как как проволоку я знаете походу пробок это раньше все было под водой я думаю нет это не проволока вот такая хреновина на касс сразу прям тут с краю торчал я даже не заметил я достанем нормально находка ребят я вам скажу не шибко то тяжелая конечно но сойдет это наверно единственно нормально находка сегодня а чё про болото сказать пахнет жизнью ну пошлите копать еще какой-то походе ништячок ребят тоже длина нормальная полметра проверим вылазит такая тонкая листа копать не будем нам такая херня не нужно валяйся то дальше вот такой высоты я думаю раньше была вода это искусственно созданный прод ведь как идеально прямой там не знаю чего бы нас ходить вообще не первый раз так что я не в курсе ребят стою рядом с болотцем смотреть сколько выкопал внизу какой-то ништячок похоже хотя не какая-то листа вроде от бочки вертикально стоит на глубине примерно так сантиметров 35 все верно лист какая-то ширину сантиметров так 45 она копать не будем закопая обратно вот оно как здесь короче прорвало и все это оттуда утекло вот так вот да раньше огромный глубокий прот был и здесь по дороге есть хороший сигнал с перегрузом даже но вообще так бьет фольгу знаете походу говорит фольга наверху лежит просто да нет походу фольги копать придется да я копнем да это была фольга вот она наверху лежала принципе это было очевидно идем дальше куда в итоге собственно добрался там вот был пруд машина там я вот так вот прошелся получается и вышел на какую-то поляну здесь одно старое дерево пора повалившись надо будет обследовать металлоискателем там еще штуки 5 смотри когда они странно стоят да такая куча и там по краю еще три четыре пять деревьев тоже таких старых я думаю под ними надо обязательно пройтись там опять походу пруд был когда-то или дорога куда-то идет не знаю давай до тут и тоже сходим ну и все на это потом развернемся и обратно машине вон она ждет меня под этим провалившимся деревом весь один сигнал не шибко то крутой он не шибко то зеленый но копнуть я думаю надо все равно и это вот всего лишь такой маленький кусок железяки такой овалили и согнули для плуг может был похоже по носику поносик ну смысла носик а не понос под деревьями тишина сигналов нет почему-то здесь вот нашел шланг и все даже почему-то бутылки не валяются весьма странно ребят вот под маленьким деревом вроде как есть хороший сигнал ну показывает что-то алюминий вроде хотя вот так железяку показывает что-то в полметра так ну блин как будто и фольга вроде как ладно сейчас проверим по звуку очень хорошая железяка не знаю может труба какая-то может вал сейчас глянем оказалось всего лишь труба ребят вот такая вот маленькая труба ну так то знаете стенка то толстая надо брать здесь короче крутили и куда-то закручивали сорвалась она у них смотрите не знаю что это такое было вроде не ключ нет вот это поворот она не заброшена ребят ведь дороги вроде как нету а сено есть наверно там откуда еще дорог дорога идет не знаю тут и куда ехать тут некуда ехать одно из больших деревьев на мой взгляд диаметр где-то метр двадцать метр тридцать может быть даже полтора ну максимум здесь кто-то смастерил короче лестницу самодельная лестнице смотрите куда-то сюда наверное лазили получается может штаб у детей был может дети здесь играли но далеко туда деревне не знаю дети не знаю что это может быть прыгающего дай железяка какая-то на же такое всего не уже было хреновина вышла хорошая всего лишь какая-то ржавая лист ребят такой фигню мы копать не будем здесь был когда-то забор походим был спуск куда-то туда куда-то к пруду камбару не знаю здесь короче под забором есть сигнал пока не копал не знаю что ну судя по выдаю очень хорошая штука проверим а это поход всего лишь труба ребят не пруд даже всего лишь труба вот такая вот труба под маленькой березой есть сигнал это явно железа какая-то сантиметров 35 это была хорошая такая ребят цепь смотрите плотная такая толстая это сантиметр диаметре берем по дороге туда и сигнальчик тут давно никто не ходил по ходу ребят судя по грязи она не топаная что-то шипы длинно ребят что-то дощера это походу труба ребят какая-то муж от этого труба была слив вон там труба тоже лишь смотреть да еще одна труба может было вон она труба еще копнем глянь хотя волист какая торчит не знаю что за лист я проверим капнул я не знаю что это такое может старая труба может вот это лист походу здесь какая-то вот такая вот листа лежит по всей ширине и по всей длине зачем это положили я не знаю так что смысла нет нет все копать закопаем обратно да и все еще одно болото можно сказать и тоже его прорвало когда-то давным-давно здесь значит тоже был пруд большой красивый пруд ребят не знаю даже примерно сколько лет назад но здесь можно провалиться сморить хиракс ночью и все ну что ребят думаю на этом все солнце садится смотреть скоро закат скоро что там было на песне помню ладно все ребят пока а